Спасибо всем, кто остались на лекции. Я сегодня прочитаю с Багалабиды, читаю, кого меня попросил прочитать на тему проставить в Бахтии при этом служении, задача не простая, я обычно стараюсь какие-то практичные темы затрагивать, тема очень сложная, в то же время очень простая. Например, саму Бахтии и корпоратива, это же время, если не приду вместе. Много стихов из Багалабиды говорит о предназвужении. Несколько стихов расскажем, в основном Багалабиды называются йога-шастра, написанная гамма-йога, яма-йога. И это текст из 9 главы, который называется «Самосокровенные знания», текст 26. ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ В его текстах «Если человек с любовью пребанностью понесет на листок, свинток, плод или немного воды, я непременно привожу его к отношению». Гаментарий Шрабупадов, это позиция терпения, он на две страницах. «Чтобы достичь недели и исполнить блаженство обители и обнести вечное счастье, разумный человек должен развиться без сознания Кришны, занимаясь трассоедным и волным служением Господу. Метод, позволяющий достичь столь замечательного результата, очень прост. И воспользоваться им может даже самый бедный человек, у которого ничего нет. Единственное, что для этого необходимо, стать чистым пременом Господа. Неважно, кто вы, какое положение в обществе занимаете. Метод настройка прост, что даже если человек принесет всевышленный листок, плод или немного воды, но сделает это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его отношения. Путь сознания Кришны в силу своей простоты и универсальности доступен каждому. Кто же, кроме последнего глупца, окажется обвести сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства, вечной жизни, блаженства и знаний? Кришне нужна только наша любовь и пременность, и больше ничего. От чистого пременого Кришна примет даже маленький святок, но ничего не возьмет от того, кто ему не премен. Кришне ничего и ни от кого не нужно, и он самодостаточен, и все же он принимает отношения к премного, отвечая на его рекорд и пременность. Обвести сознание Кришны значит достичь высшего совершенства жизни. В этой психе дважды употреблено слово Бартии, что вычеркну, что Бартии, пременность, служение – единственный способ любвистия Кришне. Только преданный, а не право, не богач, не великий ученый или философ может заставить Кришну принять его подношения. При отсутствии главного в Бартии ничто не может заставить Господа принять любое подношение, от кого бы то и ни было. В Бартии не зависит ни от каких условий и существует вечно. Это акт служения абсолютному целому. Разгласив себя единственным наслаждающимся, предвещенным господом и тем, во имя, кого совершаются все жертвоприношения, Господь говорит здесь о том, каких жертв он ждет. Тот, кто хочет заниматься премном служении Господу, чтобы очиститься и достичь цели жизни, просветленному любому служению Богу, должен прежде всего выяснить, чего от него хочет Господь. Тот, кто любит Кришну, всегда преподносит к нему то, чего он желает, и никогда не станет предлагать того, чего Господь не хочет и о чем он не просит. Так Кришне нельзя предлагать мясо, рыбу и яйца. Если бы он хотел, чтобы ему предлагали это, то сказал бы об этом. Вместо этого Господь просит предлагать ему листья, плоды, цветы и воду и говорит, что примет их. Отсюда следует, что он никогда не примет от нас мясо, рыбу и яйца. Овощи, зерно, фрукты, молоко и вода предназначены в пище людям, самим Господом Кришне. Любые другие продукты нельзя предлагать Господу, и он не принимает их. Поэтому, преподнося Господу такую пищу, мы перестанем действовать на уровне любого предного служения. В 13 стихе Третий Главышный Кришне говорит, что те, кто хочет духовно развиваться и освободиться от предельного плена, должны питаться столько остатков и жертвоприношений. Те же, кто не предлагает ему свою пищу, говорит, он в том же стихе едят один грех. Иными словами, с каждым сидя на куску, они все сильнее запутываются в сети материальной природы. Однако тому, кто приготовил вкусные и незанасловатые предельские блюда, ставит изображение Господа Кришны и, склоняясь перед ним, просит Господа принять его скромное отношение, обеспечена духовное совершенствование, телесная чистота и ясность мыслей, которые приходят в результате развития тонких тканей мозга. Главное, чтобы подношение было сделано с любовью. Будучи владыкой своего сущего, Кришне не нуждается в пище и все же принимает ее от того, кто желает таким образом доставить ему удовольствие. Самое важное приготовление, раздачное предложение пищи, действует из любви к Кришне. Пилософы и персоналисты, упрямо творящие, что абсолютные истины между органами чувств, не в состоянии понятия костей Бага-Битта. Для них это либо не так, либо свидетельство того, что Кришне, поведавший Бага-Битта, был обыкновенным человеком. Однако на самом деле Кришне, вверху он через Бога, обладает чувствами, которые, как сказано в Писании, универсальны. Иначе говоря, каждый из органов чувств может пополнять функции любого другого. Именно это имеет следующее, как говорится в абсолютной природе Кришне. Не будь ее органов чувств, его едва ли можно было бы считать совершенным. В седьмой главе Кришна объяснял, что он обладает материальную природу, помещая в нее живых существ. Он делает это просто, отлигая ее взглядом. Точно так же в данном случае, слушая обращенные к нему слова любви, с которыми вредно предлагает ему пищу, Господь тем самым ест ее и ощущает ее вкус. Это необходимо подчеркнуть особо, поскольку Кришна абсолютно, слушая, он пробует кушать пищу. Только преданный, который принимает Кришну таким, как он описывает себя сам, без собственных толкований, способен понять, что вверху он абсолютно истинно, может кушать пищу и наскладаться в ее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 не интерпретить, что Бог-то старый человек, у старого человека еще много не ест, такой прожор, и уже одно это говорит, что это Бог, то есть столько съесть, сколько ему предлагает вредное. Когда в Индии был такой факт, что во всех храмах божества обед и молоко, то есть буквально практически в каждом храме все божества, шива, гармеша, капал, тем, кто вам подносили ложечку молока, молоко исчезало. Сейчас даже есть видео в интернете, можно найти, как он пил молоко, и говорят, что в то время все магазины молочками практически были пустые, потому что я думаю, что мы с вами делали то же самое. Себрестат и молоко, это очень дорого, что не сладко в очередь устраивать, не хотят уметь молоко. Один, при этой истории он рассказывал непосредственно, что он корнил молоко. Допала в этот храм, где он предлагал молоко, пускай только индусов, а он восточный человек, что он забыл, как его имя, это из Азербайджана, из Узбекистана, в общем, восточный человек, очень похож на индус, который в последний момент полиция увидела, что это не индус, и вспотели за руку, и говорили, ну я уже что с молоком поднес, копала. Я просто ее вылил, и оно молоко исчезло. То есть не то, что в божестве какая-то дырка, как ученые объясняли, что... Тоже же ученые как-то даже были объяснить этот факт, почему во всех храмах или божество молоко. И объясняли, что там какая-то дырочка в рапорту божества, и туда все выгревается. То есть, ну, например, сложно дырочку заесть вот так вот просто. Предный сам видел самими глазами, как молоко исчезло. То есть Господь внушает непосредственно, об этом он здесь говорит ашнаме. Ашнаме это переводится, принимают. То есть не то, что просто смотрят и благословляют. Здесь говорится, что буквально Господь может поесть то, что мы ему предложили. Это удивительная какая-то вещь, которая происходит. И Господь сейчас поедет, сейчас опытный бюджарик предложит. После реакции, после керта, мы сможем попробовать, потому что попробовал Бог, но Господь относится, что сказано, что если бы Господь Бог из-за божества все бы съел, тогда, во-первых, нам нечего было бы есть почти 5 макбаса, а во-вторых, мы бы просто сошли с ума. Если бы такое видели, поэтому Господь, чтобы мы не возгорделись, мы бы сошли с ума от гордости, что Господь не опушает. Хотя были такие факты, Рак, кто в обид, предлагал божества в своем каждый день, как после, Господь иногда съедал полностью, как после, наверное, половину съедал. Так как он был чистым племеном, с ума от гордости, он не считал себя великим человеком, что Бог ему ест. Он просто предлагал, Господь это делал. И здесь в действительности говорится даже не о предложении пищи, а о том, что Бхакти очень проста практика. И здесь упоминается несколько раз слово Бхакти. Бхарда говорит два раза. Бхакти про ящикати, Бхакти бахритан. И также паралитарно. Вот да, точное сознание чистот. И два раза упоминается Бхакти. И Кришна хочет сказать, это Кришна произносит стих, Ашунин хочет сказать, что предупреждать предназлужение может любой. То есть тут не нужны какие-то анимации возможности, какое-то положение особое, иметь какое-то посвящение и так далее. Каждому можно заниматься Бхакти предназлужением, поэтому простота, то есть не нужны никакие затраты, не нужны какие-то особые профинарии, быть как-то священником, окончить какие-то курсы и так далее. И вот этот трактат, который называется, в нем Руба Касани говорит, что преданно и подобно акулам. То есть он сравнивает преданных, или тех, кто следует по духовному пути, занимаясь преданным служением Господа, сравнивает их с акулами. В таком сравнении немножко странно может показаться, какая-то конкретная акула, акул на кого-то охотится, съедает, едет иногда. Не вегетарианцы. То есть тоже понимаешь, что когда обеда приводит к какой-то новой, она приводится для того, чтобы показать какую-то схожесть, не схожесть абсолютно всего, между двумя какими-то примерами. Акула очень хорошо ориентируется в океане, и особенность акулы в том, что она может налететь очень глубоко. Так как у нее нет плавательного пузыря, то она может попружаться на большую глубину. Также она развеет достаточно большую скорость. И вот этот океан преданного служения, вот эта наука о преданном служении, о методе преданного служения, о самом Господе, она настолько огромна, что только Фредди обладает такими качествами, как акула, то есть он может погружаться, в эту глубину, он может что-то в нем понять. То есть если он обрагнует, то выигрывать уже и не хочется, потому что только всего интересного, в стандартном вишне, открывается. и этот океан, почему еще называется океаном, потому что этот океан практически не имеет границ. Преданное служение или акция, оно не имеет границ, и те, кто наблюдает со стороны духовно развивающихся людей, и не могут понять, почему они делают то или другое. Рассказывают, что если вы только зашли сюда на программу, увидели танцующих людей, сейчас все ящики, это надо теперь, да? А, конечно, прыгают, люди заходят, видят, что люди прыгают. Но то, что люди прыгают полтора часа, уже говорили о том, что что-то здесь необычное. А если вы приедете к какой-то кран, ведь это кран, где проводится благослужение, первое благослужение называется Илья Хаманга Ларати, проходит в 4.30. То есть это время, когда обычно 25, больше 100 нормальных людей, так сказать, в то время ради включался, как в связи с кримиками, 600 прав, люди думают, что встать 600 прав, это рано встать. Люди 4 прав прыгают, радуются, смеются, в течение многих лет прыгают, прыгают. То есть, откуда такая радость совершила человека? Это очень странно. Поэтому обычно единственное объяснение это наркотики. Потому что пришли на эти наркотики, это не другой объяснений, потому что с точки зрения материальной, ну не может человек как прыгать и радоваться. Каждый день не стоят. Если вы выиграли в лотерею, или вы на конец оплатили ипотеку, или вы, я не знаю, что там, сын родился, еще что-то, у вас устроили на хорошую работу, ну человек попрыгает немножко, но не будет часа проведать. это неизвестный опыт. И на самом деле, ну можно понять, вот этих людей, мы сами когда-то такими живы, то, что духовного опыта у нас не было, он, конечно, был, когда перемены жизни назад, изменить девятую жизнь живем, кто-то по таблице такой, который считает, девятая жизнь, восьмая жизнь, ну что, вот это. То есть объясняется правда, как наши, предыдущие, правда, то, что мы живем на такое количество жизней уже в материальном мире, и это то, как мы полностью забыли жить. И поэтому сравнивать с принципе не с чем. То есть когда человек видит вред, ну какие-то видит проявления в акте, то есть чем удивительно в акте, что она непостижима материальными чувствами. Почему человек так радуется с утра пораньше? Почему он радуется, то есть когда какой-то горе может быть в жизни, то есть сказал, нет радости есть, он у него нищий какой-то, денег у него нет, больной, но он счастливый, лежит на кровати в больнице, умирает с улыбкой на лице. Чему радовался? Очень странно. Наверное, наркотики. То есть такое еще не с ними, можно сказать. То есть это действительно так, то есть там нищий сравнить, это духовный опыт. И поэтому цветы, которые приходят сюда, они пытаются как-то сравнить с материальным опытом. И его понишат. Одно из его понишат, я, к сожалению, не успел на какие-то цитаты, где он понишат, или как его понишат. Как это большое понишат, там приводится, вот это да, сравнительный анализ уровней счастья, который человек испытывает в разных там состояниях пребывания во Вселенной. И там говорится так, что начинается анализ уровней счастья, уровень счастья царя. Вы царь, представьте, что вы царь, игрока всей земли, у вас есть все деньги, все люди, то есть там, 1108 жены, детей, и вообще все, я не знаю, ну и одна. Я не знаю, сейчас уж не тут за поисков. Там, на заре, было по-другому, немножко все строено, никак у нас маленькая квартира, не среди детей, не питаться, встанут в дворец, и с детьми занимались, и социальные люди в руку отдавали, и там, когда-нибудь. Это как один, уровень, один счастье. Это, не помню, как говорится, ну, я там просто наношу, это единицы, если взять жители более высоких планет, на нами находятся еще много-много разных планет, в основном райские планеты на нами находятся, угодно, они находятся и низшие планеты, там тоже есть низшие райские, адские планеты. Там, если взять жители такой-то, сар-лотки, конхар-лотки, то в тысячу раз больше счастья, чем это в царе, в тысячу раз. Сложно представить. Если взять жители райских планет, ну, жители Сварга-лотки, таков, те, кто живет на Виндре-лотке, действуют в тысячу раз больше счастья, чем те, кто живет на Амсар-лотке. Если взять Гиндру, который является саре в райских планет, его счастье больше, чем счастье все жители этой райской планеты, в тысячу раз. Если взять жителей планет-мудрецов, на Грайских планетах, мне кажется, на Грайне есть еще планеты. Это планеты-мудрецов. Жан-лотка, как Махан-лотка, и так далее. Они испытывают счастье в 10 тысяч раз больше, чем Гиндра. Если взять прах-мудрецов, то на прах-мудрецов, это самая высшая планета в мире, из реальной мира, то там в 100 тысяч раз больше счастья, чем жители планеты-мудрецов. Но если взять состояние освобождения в тысячном раме и растворении, то оно в миллионы-миллионы раз больше, чем счастье Господа Брама. Сложно представить. А счастье передного служения, когда сравнивается с счастьем просто освобождения, в тысячном раме и растворении, оно сравнивается как тоже Камилька и Океан. Ну, то есть там даже ничего измерить, капли, и океан. Во сколько раз. Все мы сами испытывали счастье, какую-то материальную радость и можно приемлемо себе представить. Ну так, теоретически. пропага с вами, когда описывает предное служение, он объясняет, что такое бахти. Некоторые люди думают, что бахти, предность Богу, это достаточно просто думать, что я люблю Бога. Я люблю Бога. Моя бабушка говорила, я люблю людей. Сказано, я люблю людей. мне нравятся люди. Я люблю людей. Знаешь, что я люблю служить людям, предложать гости, как минимум, что-то делают, а общество проявляется любовь людям. любовь, это не просто загаданные глаза, ты тоже нехторые думают, я чувствую какой-то эстаз, я чувствую какое-то просто какие-то ощущения возникали. Что Брубан очень хорошо перевел и кратко определение вахти, вахти это предное служение. То есть это активная позиция. Если я кого-то пью, я что-то для него делаю. иначе это не любовь. То есть так происходит, когда девушка знакомится, он хочет что-то делать, чтобы забрать его положение. Как еще? Просто так сидит и думает. Я люблю. Любовь привляется в активные действия. Иру Покасания Винитарь Предности в этой книге я был заднекор предности, что говорит Пап Краснодар Силу. Он рассматривает как минимум 64 способа как можно служить Богу. Здесь Кришна говорит, что ему можно предложить, говорит, что он не ест мясо и яйца, продукт убийства. Кто-то может сказать, что я не убиваю никого, убиваю животных, я просто покупаю камбасов. Но что это, как это называется? Заказное убийство. Заказное убийство, самое настоящее. То есть я плачу деньги, если я не буду покупать мясо, то его не будут убивать. Поэтому самый большой грех, который рассматривается в нашей традиции в шастрах, в редах, это грех убийства. В первую очередь мы не участвуем в убийстве животных. И кому это вообще надо? Богу это не надо убийство животных. Нам это тоже в принципе не надо. Я грянец 20 лет даже не проработал. Еще больше дегетарианцев. Здоровый человек. И столько здоровых людей, столько детей уже выросли дегетарианцев. Кому это все надо? Довлетворение каких-то вкусовых благородов. в принципе меня одна сестер вышла, ну замуж вышла, у меня такое детей. Муж у нее везде вернее, а в деревне считается, что если мяса нет, то как бы в среде то это не еда. Пустая еда, пустой обед. Даже он отказался от колбасы и сосисок, потому что там мяса нету. Стой еще химию какую-то. зачем люди это едят? Уже есть заменители разные, вкусовые заменители. Мясо самостоятельно невкусное. У нас продают здесь ферриферская колбаса. Мы как-то приносили и угощали людей, которые не занимаются полной жизнью. Они пробуют как колбаса. Мясо неспособное, просто его наполняют разные специями, ароматами, корчением. Люди думают, это колбаса. А на самом деле просто нравится вкус и спец и так. Господь говорит, что это интересно он ест. Даже если говорить какие-то жертвоприношения, то есть страшное слово для людей, которые приходят и слушают обет жертвоприношения животных, то естественно в шансах в действительности эти полубоги, которые предлагают заклоны животных, они не едят эти вещи. Потому что все великие личности полубоги, которые являются великой личностью, слухами Господа, они являются вайшнауни, они практически не едят на святых выше каких-то этих. И это едят и спутники, духи, привидения и прочее. и продаются в ремнях и махапрасат, так называемый махапрасат, не смоя вкария, поэтому это на самом деле не кария, искали вредно, а вегетарианка, а на кушат издал сад все, что вредим. Это едят и спутницы, которую еще не принят выгодить. Поэтому Кришна есть говорить, что можно просто ему что-то предложить. Если человек хочет узнать о процессе кредного служения, как можно служить, какой процесс, то он должен обязательно привезти эту книгу. У каждого вайшнава должен быть о кредности прочитан. Не просто быть, а прочитан. Иначе получается тоже как некоторые верующие люди. У меня хранится дома книжка. Я ее купил, она не хранится. Пол от этого мало. У меня есть врач. У есть врач, но он к нему не обращается, когда проблемы со здоровьем. Что смысл такого врача? Как и корову есть корову. Я ее передаю. Не получаю молоко. И рука господи определяет практика кредного служения. Есть девять форм, как можно нести кредное служение. Можно слушать о бештарамом, прославлять Бога, петь его имена Киртаном, можно молиться Господу Ванданом, можно поклоняться ему предагазм предметом, как например здесь описано по логике в этом стихе, это Арченом и так далее. Тем более подробно, то 64 способа как можно служить Господу. И рука с вами сравнивает здесь предное служение с там приводим то первое здесь стих. Мы сравним предное служение с различными другими направлениями деятельности человека, которые он считает как бы духовными, это карма, йога, и дьяна. Есть карма, йога такая, одна из тех, когда пытается действовать в этой мире, работая как-то, и зарабатывать плоды отдавать пост и так развивает. Сейчас некоторые говорят, что я заниматься, стою, и не буду заниматься, как не могу, я только партию буду заниматься, особенно у кого вторая инициация, они говорят, что я браман, я не должен работать, я уже браман, браман работает больше всех, он постоянно работает, проповедует, и я непривязан к плодам, то есть человек сидит дома, ничего не делает и думает, что он отключен, но что такое карма-йога, это значит, что я сначала зарабатываю плоды, все должны заработать, а потом от них отказаться, если у меня никаких плодов нет, я ничего не отказываюсь, то в чем мое отречение, тут нет никакого отречения, и рано или поздно все равно судьба заставит нас работать, то есть все равно жизнь так сложится, что нам надо будет что-то кушать, нам надо будет пойти куда-то зарабатывать, и тогда и будет наше отречение. Если я живу в большем квартире в Петербурге, в центре города, я говорю, что я отреченный, то есть это еще не отречение, если я живу на улице, у меня ничего нет, то есть я решился этого всего, тогда появится мое отречение. То есть рано или поздно проповедую проходит через различные испытания, потому что серьезные испытания, когда вы решаетесь своего дома, как сказать, поэтому сейчас люди берут ипотеку, кредиты, чтобы купить себе квартиру, чтобы он споржен ее, то есть не просто существовать материальном мире в нашем городе, в деревне все проще собрать все деревни, построить человеку дом, всегда кастинулись, или как на Дальнем Востоке строят дома, там просто мимо, как в столице кирюля было, мимо строить идет человек с того, что раз, туда кирпич, за несколько лет не может идти дома, и там какие-то дома, на Дальнем Востоке вот эти в деревнях на даче есть разноцветные кирпича и собранные отсюда кирмошек, есть прочие квартиры, что такое страшное, на 30 лет он берет долг, думает, ничего не поменяется, какая большая иллюзия, думает, что я сейчас планирую, вот я на карандашом написал везде, как я буду жить 30 лет, что там произойдет через 10 лет, через 20, еще непонятно, даже непонятно, что завтра будет, что угодно может случиться, поэтому испытание ко всем приходит на отречение, то есть на привязанность к плодам, то есть не просто тоже заниматься вот этой кармой йогой, непростой путь, или некоторые идут, потом есть путь кьяна йоги, кьяна йога это путь более сложный еще кармой йога, очень даже сложно описать, что это такое, потому что внешне, как и человек, он ничем и может не заниматься таким, активно, но он изучает шастры, постоянно изучает шастры, один человек прубата сказал, что если вы изучаете 6 часов в день шастры, в книге шабрабада в нашем случае, то как вы можете себя называть брахмоном, брахмон постоянно изучает шастры, изучает, проповедует, изучает, проповедует все его занятия, изучают вебы и других обучает вебы, совершает любоприношения, anche совершать любоприношения, других обучает заниматься среднод integrat пожертвования и раздают пожертвования, куда идти все двигаются для εις жертву , и деревнице занимается я изучением знания очень сложный путь для него требуется серьезная квалификация очень сильный разум память хорошей так далее отречение как право как право семейные люди не могут практиковать и есть еще метод йога имеется ввиду аштанга йога или хиана йога много разных направлений в этой мистической йоге есть это когда человек пытается с помощью разных медитаций открытие-закрытие чагр поднятие кундали и прочее то что сейчас очень популярно это практиковалось раньше занимало человека несколько жизней ибо ему приходилось увеличить свою продолжительность жизни за счет сокращения дыхания питания так человек мог за несколько сотен лет достичь совершенства если по сотен лет достичь совершенства он занимать вакте человек гораздо быстрее достигает и очень просто но тоже это занимает время и недавно отвечать позвонил вот мне дали ваш телефон и все как-то хочу знать кто в гаврии поддает мой телефон и все какие-то страны заказы трудить и моей дочке я не сладко смешно и она пришла и не нашла здесь и сказал даже видео где проводят парень вокруг какой-то с девушкой горит в штанах так сидит в раму и проводится что и диска не целях антаритет страны и заниматься трудовой жизнью а до коги и мозги он справился я думаю вы думаете так просто сразу черный пальцем я повторяю корей кришни сразу стал святым я думаю все сталкиваются с этим что он святый ожидает у нас какого-то быстрого результата сейчас какое время что нам все быстро получилось транспорт все быстрее ездит интернет быстрее от людей требуется огромная память уже начитывается очень сильно большая скорость появляется только развиться и сейчас не это школу очень устали сильно потому что ты требует большой информации чтобы я работаю свой запомнили поэтому это тоже не так просто и люди уходят с этого простого духовного пути и устали на сложный путь с одной стороны говорится да просто эти простые факты с другой стороны вредное служение требует самые сложные вещи от нас какая самая сложная вещь от чего нам трудно отказаться отказаться от своего эго то такое эго охранка объясняется тоже научно в наших книгах говорится что она определяется состоянии сознания это тонкая субстанция эго то что он где-то находится в сердце в мозгу эго это представление о том что я являюсь этим телом то что связано с этим телом мое мое ростки моя семья моя жена мои дети это не значит что человек когда достигает духовного уровня он приставит заботиться об этих окружающих людей где-то продолжает заботиться но он понимает что они не являются его собственностью не предназначены для его ослабления иру бога с вами сравнивать с этими тремя путями партии то есть с чего иначе с того что очень трудно нам проезжать в другой партии потому что у нас нет опыта вот этого партии он был когда-то очень давно мы его полностью забыли поэтому он говорит что при этом служении свободно от принеси кармы от принеси хьян и от принеси йоги я сейчас не буду читать поэтому выборочно то есть есть еще один стих очень хороший мне нравится погодите восьмая глава последний текст там говорится о том кришна говорит о том что при этом ничего не теряется от принеси при этом служении то есть если он занимался кармой яна и йогой ступив на какой факте он ничего не решается и даже сохраняет то что он уже получил человек ступившим на то при этом служении не лишается благ который достигает изучение подвижничества жертвоприношения раздачи и милостыни фирософским изысканием и новой честивой кармической деятельности просто служа господу он придает плоды всех этих людей в деятельности и в конце жизни впадает вечно в эти господа что мы хотим когда мы приходим при этом служили какие у нас желания для чего здесь сюда приходят у кого то есть любопытство кто-то хочет явно слово говорить говорить он хочет что-то узнать и я могу точно сказать что сознаю Гришна вы узнаете все то что вы больше нигде не узнаете даже если просто взять богового пирта на трактах где содержится знание всех хилософий и более того ну понятно что есть знания низшего порядка это газета разная шурнал вот пожалуйста будем читать сплетни всех я говорю о знаниях которые действительно отвечают на основные вопросы сейчас я делаю на фоношку группаны первыми посимулировать состояние книги группаны помогаешь нам существовало и помогает людям помогает людям найти ответ на этот вопрос я говорю эта книга ответит на все ваши вопросы и человек говорит а мне ответит на вопрос где мне взять кредит например как бы у вас ответить отвечает она где взять кредит или нет отвечает не то что тут прямо она есть как оракул то есть вы открываете и вам надо ответ сразу там взять в этом вам или в этом то есть она дает принципы если у вас есть принципы если вы понимаете принципы как действует знание как действует карма то есть законы знаете как и сирены тогда вы можете сами ориентироваться в разных других ситуациях то есть нельзя всегда жить по формулам каким-то по вопросам и ответам а что делать сейчас что делать сейчас то же самое что человек приходит к офтальмологу кто-то крутите не видите в очках все не приходят мы подкручиваем подкручиваем но если у него будет самоотверт он сам может подкручивать просто надо знать как правильно делать точно так же это конечно займет какое-то время но когда предыдущий получает знания получает образование в сознании Кришны то есть это лучше делать в начале образование нужно в начале проходить то есть если вы пришли в сознании Кришны и вы в госсознании Кришны вам боги ну скоро говоря даже после инициации то есть после получения инициации инициация это начало духовной жизни переводится в свечи то вот после инициации это один бой исполнился а до этого что там пренатальный период развитие мозга конечностей это как-то происходит начало духовной жизни если не воспринимать инициации это как последний рубеж получить инициацию получить инициацию сдать БТС пройти в комиссию вдруг не пройдет ничего не заканчивается это только самое начало духовной жизни получения и посвящения человека посвятили все эти его посвятили при этом служении теперь можно заниматься под руководством учителя и человек который приходит сюда то есть он в духовной жизни он хочет избавиться он хочет либо удовольствовать океана либо избавиться от страдания просто считается океаном либо он хочет получить что-то материальное то есть попросить у Бога и желание его исполниться может быть не прям буквально так как мы хотим но в конце концов он не исполнился то есть если вы попросите у Бога у Божеств вполне какого-то материального желания то увидите что он исполнился если вы начинающий искатель истины то вам это позволительно потом уже считается ну порицается если при этом все время что попросит попрошает что такое примесь йоги то есть примесь я это значит что мы хотим искать поворку чтобы не ввести чтобы не мучиться просто разговориться в том вот основании вот что в каком состоянии грамотозном, так сказать, без страдания, без особого счастья. Что такое «принескарма»? Это когда я хочу каких-то надеяльных плодов, что мне Бог что-то носит, что мои условия жизни наладятся, то есть я приду к духовности, и Бог решит все мои проблемы. Еще многие люди думают, что достаточно просто верить в Бога, значит, что он есть. И теперь все, я в тебя верю, давай, решай все мои проблемы. Я верю, что у меня есть начальник на работе. Уважаю, да, директор, признаю, работать не буду, отдавать зарплату и прочее. Специальный пакет. То есть даже с точки зрения здравого смысла это не так. Бог, он так все дает, свет дает, воздух, землю нам дал под ногами. Растения растут как-то, мистическим образом. Мы едим продукты, и мы становимся этими продуктами. Что это? Это чудо. Кто это делает? Кто Бог делает? В 14 стихе и 15 главу Паба Кита Кришна говорит, что я могу пищеварение. Только после Бога происходит вот эта мистическая вещь, ассимиляция. То есть мы едим морковку, и становимся морковкой. То есть если мы пытаемся просад на себе, то мы стали вот этими пирожками, саносами, баладжармонами и так далее. То есть это строительный материал. Как это все происходит? Как дети начинаются? Мистика. Я занимаюсь в основном, как я занимаюсь самскаром, я дяди не провожу для жениху Вишну с какой-то свежитой девушкой. То есть я провожу в основном. Я говорю, я провожу обряды для детей. Кармейзер дом, стрижка волос и так далее, предродовая самскара, предродовая дяди. Разные случаи бывают, что за восемь лет находился какой-то опыт, и просто мистическим образом дети начинаются. И это милость Бога, как это происходит? Непонятно. Уже есть даже эко, то есть эко это, знаете, дорогостоящая услуга такая, что с перегонозой в инцепет засовывают. И все равно врачи нет гарантии, что произойдет зачатие. То есть это тоже все на уровне чуда. Это все Бог устраивает. Он и так, сколько уже для нас его сделал. И следы перед нами посадают своими своими. Которые кто на христии раскинают, кто где-то там бьют на вырубничных площадях палками. То есть, книги есть уже все. Раньше книги были, когда их писали, он только на алтаре храме ездил, только Брама брал с алтаря и читал про него приятельство. Шудру нельзя было книги брать, сейчас можно купить книжку. Но ее святость от этого не теряется. Так как уже священный трактат можно провести поклонение, провести, даже установление книги от Мишепа провести? Поэтому, зачем просить что-то у Бога, то есть уже пора что-то отдавать Богу, уже у нас только все и человеческое тело, и как животные спрадают. Человек думает, я хочу быть птицей, иди, иди, иди. Я смотрю на баланс того, про интервью будете, и кем вы хотите стать следующей жизнью. То есть, там буквально пару человек сказал человеку, смотри, я был бабом, а у меня кошки я хочу ставить. Люди так искренне об этом говорят. И человек рождается птичкой, и понимает, иди, иди, пока их съели. И он летит, улетает. Я видел сцену, как гонится одна ворона за другой, и та в ужасе улетает от мира. То есть, вылетаете, и другие тоже улетают, а не больше их хотят. Животные какие-то страдания, просто вловки какие-то, уже никак не вычислили. Ну, там пошли, шаргунь какой-то, купили средства, там, прочее, рассказывали. Вы, там, каких-то болезней исправились. Очищение горизонта прошли от Христова. Животные не могут, они так мучаются. Конечно, Господь тоже льется, как он деляет каким-то невероятным, они не осознают свои страдания. Но тем не менее, это животная жизнь полна склада. Люди даже не осознают, как они будут. Ни книжек прочитают, ни семью не осознают ничего всего. Просто убегаешь, чтобы тебя не съели. Не съели, не укусили. Перемесье здесь включается в том, что мы хотим какого-то чуда. Приходим в сознание Кришны и ждем чудес. Я повторяю Кришну. И все время перед нами зеленый свет загорается. «Кришна! Спасибо!» Вместо Барбовщины освободилось. «Это Кришна!» Ну, такие мелочи. Думаю, что это чудо. Как в Библии описано, что Сатана Христа предложил Иисусу Христу. «Подскажи ангелам, что они тебя поймали. Брось вас, горы, пусть они тебя поймают». Вот это примесь к йоге, то есть он испытывал эту примесь. Бартия не имеет ничего общего с этими вещами. Ни с кармой, ни с гианой, ни с йогой. «Ты чего тогда просить Богу? Что тут делать?» «От страдания не избавят», «Материальные условия не улучшатся», «Чудес не будет». «И что тогда?» «Ну, чайник какой-то нам обещают, причем когда мы помрем». То есть нет, и Кришна говорит в этой же главе, в 9 главе, что мы получим не после смерти. Час прямо сегодня. Попрыгай-ка, наверное, часик. Второй стиль, 9 глава, и Кришна говорит. «Это чистейшее знание Санкт-Петербурга, это чистейшее знание, поскольку он дает человеку. Живой Бог от достижения природы своего «Я», оно является совершенно религией. Знание – это личное, и притяжение его радостно». То есть Кришна говорит, «Проотягший аагамам тканьян». «Проотягший аагамам» значит «проотягший». Это непосредственно я вас понимаю. То есть никто из нас, кто практикует, так как уже десятки лет при этом, не убеждает себя каждый день, что Кришна работает. Потому что это непосредственно опыт. Просто надо его попробовать, и все. Проведите этот научный эксперимент в своей душу. Уже все люди образованные, но знают, что чтобы проверить действенное знание, надо его практиковать. Поэтому я могу сколько угодно рассказывать про акты, но какие-то вещи теоретические рассказывают. Конечно, я не достиг этих уровней высоких, даже средних и низких не достиг. Тем не менее, нам говорят, что просто берите и попробуйте. И вот эта маленькая таблика, которую мы получаем в акте, маленькая таблика, дает алкогоду и твои, что мы не хотим. Есть мясо, употребляют наркотики, экосикансы. Даже от незаконного сессии люди отказываются. Ну азартник, я не знаю, кто это. Мы сейчас хотели, да, решили вынести эту вещь. Деньги, какая-то валюта и прочее. То есть люди отказываются от этих вещей, и даже не отказываются. Просто не хочется, и все. То есть нет даже в Айрагии отречения. Есть базы именно в Айрагии и Веракти. Ну, строго говоря, в Айрагии относится к уровню Шипка, высокому уровню, где они меняют. Принцип такой, что есть разница, когда человек что-то есть, он отказывается, дернет, смотрит и хочет, но дернется. А есть, когда просто человеку не хочется. Просто вот эта одна маленькая-маленькая капелька в самом начале креды сразу от этого отказывается. Потому что они получаются гораздо больше. Поэтому сложно представить, что он должен получить. В принципе, чего человек хочет? Он хочет счастья. Это самое главное все, что он делает для того, чтобы счастливее у человека. Ну, ты заработаешь денег, будешь счастливее. Потому что я смогу себе все позволить купить. Если у меня есть семья, то я могу позволить семье все купить. Жена и дети будут счастливы. Будут они счастливы в количестве денег, сколько денег. И не будет всегда найдется способы потратить. Бедный теряет 100 рублей, богатый теряет миллионы. То есть все мы сами видели это много раз. Бесконечное количество примеров. Поэтому то, что мы получим, мы получим непосредственный опыт. И когда я сейчас спросил у Нишиева 100 вопросов, там целая история была, когда я Нишиева попал в эту ситуацию, что он должен был ответить на 100 вопросов. Тогда он остался в живых. То есть такая ситуация, 100 вопросов. Одна ошибка и все. Я сейчас спросил, что такое счастье? И еще раз говорю, счастье рождается и с удовлетворением. То есть сначала, что преддостигает, это достигает удовлетворение. А потом уже удовлетворение. А потом уже приходит счастье. Поэтому счастье, которое человек получает от служения Господу, приходит даже позже. Сначала приятно, получает огромное удовлетворение. То, что это так ищут люди. Пребуха, стрессия, депрессия, как дальше жить. Просто вот нет элементарного спокойствия. Потому что человек не находится в своем естественном состоянии. Не находится. И даже самый, вот если просто взять положение буджаи. Человек слушает брызгут. У меня есть гром-алтарь, у меня есть брызгут. Это считается уже достижением совершенства. Харип Активаси сам говорит, если у человека дома есть шелограмм, и он ему служит, это считается самым успешным человеком и самым удачным. Все. Семинар по бизнесу. Как достичь успешности. Учили второе место, чтобы получить шелограмм служить ему. Все это, это изначальное положение. Я вам сейчас приведу статус Крупада. Один человек Крупада рассказывает. Крупада говорил об атмосфере птицах. И когда он услышал церемонию артии, Крупада сказал, самое высокое положение, которое может выполнять человек, это брызгут жаре. Потому что, хотя куджаре не имеет материальное тело, куджаре служит верхом личности Бога. Куджаре пробуждает Господа, омывает, одевает и кормит Его. Это деятельность духовного мира. Но куджаре совершает ее в этом мире. Это совершенство человеческой жизни. Нет ничего выше, чем брызгут жаре. Когда в шахте привозят какие-то описания, пославления, повсегда выяснили, что это самое-самое-самое. То есть мы знаем, что Господь очень просил, когда приходил, как Господь читает несколько минут назад, он просил, что нам недостаточно самим насугодиться, нам должны помочь другим насугодиться. Тогда, если мы будем пытаться спасти других, помочь другим, почувствовать это счастье духовное, как минимум мы освободимся. Да как минимум. Освободим у кого-то или нет, я не знаю. Даже если мы пробовали, у меня нет никакого результата внешнего, все равно считается, что мы достигли успеха. Так можно ощутить вот эту практику. То есть вы делаете то, что у вас попросил сам Бог. Сейчас с каждым пленом можно получить эту возможность приобрести некие крупалы, прочитать, в принципе, начать практиковать, то есть не облизывая банку снаружи и говорить, что это плохое, не вкусное. Открыть его, попробовать, залезть туда руками, ногами. Открыть его, ну, подушку, главное, попробовать. Арикиш, есть ли вопросы у кого-нибудь? Дополнение, мы в конце. Не вопрос. Ну, давай. Кришну, здорово. Я вам вопрос. Харикришна, спасибо за лекцию. Тоже такой вопрос классический. Чем сознание Кришны отличается от сознания Христа Будды, Мухаммеда и, соответственно, то, что вы сказали по поводу пищи? То есть они имеют бхакти или нет? Мне нужно поделить вопрос, потому что я не понимаю вопросов. Что такое сознание Христа? Ну, вот помните такое вот сознание Христа, да? Вот там один из Прахупади задают этот вопрос. Отличается ли чем-то сознание Кришны от... Какой ваш ответ? Вы уже слушали эту яхту? Я не помню. Я тоже. Он сказал, что принципиально не отличается. Это раз. А вот касаемо питания, вот они достигнут ли такого же осознания? Кто они? Ну, вот кто следует этим наставлениям, да? Ну, вот религии, да? Вот у нас одинаковое сознание, приходим ближе. У нас одинаковое сознание с ними или нет? Или мы чуть-чуть выше, или они чуть-чуть выше? Какой? Сравнение с ними, детское слово. То есть для того, чтобы сравнить, нужно изучать богословия лет 20. Например, прочитать хотя бы по-другому, или по-другому, или по-другому, или по-другому, или по-другому прочитать. Я не знаю, про сравнение с богословкой здравоохранения. Мне мама хотела здесь страдать в духовной семинаре, но попал сюда. И крестили меня. Приски, я никому не приду. Пролено коричьи РТ. Вера подавился вот этот принцип. Пролено коричьи РТ. А просто можно судить по результатам. Если вы увидите, что в этой традиции, в той или иной традиции, мне сейчас не будем касаться какой-то традиций. Я же не завершал все эти традиции. Я не занимаюсь сравнительно, как называется, сравнительно. А? Анализ. Я не Терловсков. Я просто трещал аппарат, состоявшийся. А престики анализа я проводил, но другие... Привозите паночку. Ах, станут. Привозные вещи, я не могу. Если у вас есть еще выбор, тогда выбирайте. То есть и сравните, и посмотрите плоды. То есть есть ли результаты святости, насколько люди счастливы и удовлетворены. То есть как это помогает в жизни достичь вот этого удовлетворения хотя бы счастья. А предатель не кажется, что святости. Сейчас это просто люди учатся на этих философах, не занимаясь этой практикой вообще, как правило. Папа называл их «Опидетный философ». Я изучаю религию. Мой папа ставил такая книжка «Справочник атеистов». Я любил смотреть. Я говорю, папа, ну что, атеистов был? Он говорит, а просто другие книги про и религи не было. Были только книги атеистические. И там подробно объяснялась. Какая я вера, такая вера. В «Покорке» точно говоришь, что есть разные уровни веры. В разных полнах – страсти, нежности, благости. Кто-то помонится привидением. Есть «Макаронный бог». Из-за религией стремленная. Слышите, да? «Макаронный бог». Есть «Ктулку». Тоже в него верят. Даже Путина спрашивает вопрос «Покорке». Верит его. Один, причем, вести самый постоянный вопрос. Наблюдили кулку и по планете ждет, когда вам появится со дна океана и съест ваш мозг. Тут с ним даже какой-то контакт. Можете видеть, там, зарегистрированные. То есть, как определить, сколько сядет направление. А тут у нас тоже есть разные направления. В «Поксинанское раскрытие» основали разные марки. Что-то пропад основалось. Куда пойти? Куда податься? Это выбор. Каждому человеку свободно, если он видит, что есть результат, тогда да, он может идти по нему. Он должен попробовать. Осторожно надо пробовать. Тоже надо что-то знать, чтобы попробовать. «Попробуй». Пока не инфицирован, еще можете передумать. Свободный человек. Когда человек уже получает посвящение учителя, он не может менять учителя. Потому что это уже грех большой. То есть, это как поменять родителей. Мои родители. Ну, даже если родители, может быть, не дали мне образование. Я могу получать наставление у других людей и ходить в школу учиться. Зачем от предателей отказываться? И есть родители. В реинциации повисаются. И это говорится даже кошкам не будут есть. Ведь серьезно, где мясо такого человека сразу поздно нравится. Предательство. Поэтому пока человек еще не определился, не получившего посвящения в традиции, он может еще выбирать, в каком каком, в какие-нибудь единице, тех и проблемах. Он может получать в другой традиции наставление. Но Бог противоречия. Сразу предупреждаю. Бог противоречия. Разные термины. Сказать сознание пристава. У них нет такого термина. Я не знаю. Я не знаю. Смотрите по планам. Если видите, что процесс работает. У меня теща следует православным традициям. У меня есть батя, что там она находит. И он дает ей очень хорошие советы. Я, честно говоря, не вижу. У меня вообще никакой разницы. У нас как на мамы, это наша дочка ей говорит. Это папина, кажется, это бабушка, кажется. Она как маленький ребенок. И ее она видит, что нет раненства. Бабушка свечку зажигает. И я свечку зажигаю. У меня на топленом масле. У нее на воске. Ну ты старайся. И что из-за этого? Попри ломать. У нее такая свечка. У меня такая свечка. Я даже не свечку привожу. Просто у нее накоплено масло из свечки. Она крутит. Я крутит. Мне ладан предлагают. У нас тоже есть благоволение из ладана. У меня будет какое-то время. У меня нет никакой разницы. У них одежды до пола. У нас тоже есть благоволение. Развивающиеся. У нас тоже некоторые едят мясо. У нас тоже некоторые мясо едят. Пока я не получаю инициацию. Человек выбирает. Он может не следовать принципу. Но он может получать наставление. Некуполное руководство. Никаких проблем нет. А так человек чувствует себя как ущербным. Я не инфекцион. Я факт Васи. Всего лишь. Уже факта. То есть уровень инициации – это уровень ученика. Достаточно высокий уровень. Недавно я проводил с фигурами. Ученик, когда 4 лет получилось. Там порядка 30 качеств ученика. Это серьезный уровень. То есть ученичество практически те самые качества, как у учителя должно быть. Что позволяет еще какое-то немножко непереховное, немножко негативное. То есть какие-то качества у человека еще, конечно, есть. Но он должен серьезно поработать, чтобы подойти к этой стадии. Иначе человек получает инициацию раньше, что время и посвящение. А потом друг раз он захотел в другую традицию. Что с ним тогда делать? Кришне. Как выникло сюда. То есть, ну ладно, пойду к другому Богу. И Кришна говорит, ну ладно, иди. Да не будешь жалеть. Зачем жалеть другого Бога? Если человек попробовал вот этот мёд из баночки, то кто его говорит, что мёд невкусный? Я же попробовал. И когда человек говорит, что я ухожу в сознание Кришны, значит он никогда там не был. Его привлекла эти детка на баночке. Сама баночка может привлекать на магазине, где он продается. Люди, которые в этом месте не ходят вокруг этой баночки. Пчелом может его привлекли. Интересно-то, да? Пчеловодство. Но сам мёд он не пробовал. Если человек попробовал, ему понравилось, то никогда не любит это сознание Кришны. Может быть, он не будет активно участвовать в служении каком-то, руководство в ответственном служении. Но он не оставит, повторяю, внимательно. Потому что это живёт. То есть он уже попробовал всё. Не знаю таких людей, которые, может быть, какие-то проблемы с какими-то людьми. Потому что разные люди приходят в организацию. Это всем понятно. Кто-то мясо ест, как вы говорите. Кто-то не ест мясо. Это не имеет значения. Это не имеет значения тех, кто не дятого. Такие же есть православные, правильно? Но они единицы. Так у нас единицы святых. Сколько нас здесь сидит? Нас единицы. Сколько наших братьев христиан? Их же гораздо больше, чем нас. Тоже единицы. Братьев мусарпан, тоже единицы святых. Когда Кришна говорит об этом, как он видит, из многих тысяч людей один привлекается, из этих тысяч один становится на духовный путь. То есть из тысяч один привлекается, а те, кто привлекли к листьям все, один встает на духовный путь. Если человек получит инициацию, это не идёт автоматически его предназ. То есть инициация без сада ничего не решает. То есть я встал на духовный путь и встаю. Какой смысл? Я встал и встаю. У меня есть духовный учитель, у меня есть изображение духовного учитель. Я прихожу на группу уже неплохо. И всё. Гуру приезжают, я, может быть, деньги даю ему приезду. Может быть. Может принять. Встал и встал. Поэтому то, что очень мало святых, это вообще не показатель. Как раз показатель, что они есть. Иначе процесс работает. У кого-то не получается. Есть лёгкие пути, есть более строгие пути. Но если здесь количество отношений, нас очень мало. При этом, конечно, очень мало. И из тех, кто действительно серьёзно следует по этому пути, это ещё меньше. Порок. 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 Вот Вы в своей лекции затронули такую тему, злободневную достаточно, про крифт-валюты. Вот эту вот тематику. Вот на благо всех живых существ. Всех живых существ не могли бы поделиться немножко, как Вашим пониманием этого вопроса и соотношения с третьим регулирующим принципом. нашим, не участия в азартных играх, денежных признательных. Спасибо. Смысл в том, что, если говорить про карму Йога, конечно, объясняет, заключается в том, что мы должны действовать в задействии своей природы, в служебном. Ну, имеется в виду, что мы должны задействовать не просто в служебном, но в задействии в этой петлице, в карме. То есть я что-то должен производить, я что-то должен, как-то должен трудиться. Конечно, в сборах они тоже трудятся. Они узнают этот самый план банка, схемы, они считают денежные. Ну, ну, как-то стоит, реально волнуется. То есть нельзя любую деятельность назвать трудом. То есть если это детство приносит благо другим, если я реально дружу, задействую свою природу, то есть если я вайш, или что-то там, когда-то. Тогда да. То есть кто такие, например, что такое кредиты? Кредиты были лидическими, наверное, тоже. Там объяснено в шахтах, что вот эти люди, которые продавали деньги, они очень сильно находились под руководством царя, потому что это провокация на жадность, или взять сейчас, что потом продавать и отдать. И там объяснено, что Брамов самый маленький пациент давал издавать деньги шатре побольше, вайшем больше, шутрам самый большой процент. Чтобы неповадно было серийный брать денежки. И шутра не имеет никакой распорядаться. Поэтому он не имеет с ними обращаться правильным образом. Когда вайший получает миллион, и теряет миллион, он сильно не волнуется. Он знает, что завтра мне снова миллион будет. Если шутра там этот бренд продал квартиру, вложился в эту криптовалюту, и она как-то упала, то он будет сильно волноваться. То есть, по большому счету, что такое нарушение третьего принципа? Это беспокойство, вот это распорянение в уме, которое возникает, когда я думаю не о лишних, я думаю о этих деньгах. То есть, вайшем можно банкировать, пропад объяснять, в седьмом месте главы, где на родовом не ключи, я объясняю про все главы, он говорит, что вайшем может заниматься торговлей, земледелием, или деньгами, банкировым. Что там шутка? Банковское дело. То есть, он не имеет с деньгами обращаться. То есть, если я вайшем, если реально работать с деньгами, у меня есть экономическое образование, грубо говоря, у меня есть доход большой, расход, тогда это может быть такое, что я служу другим, но не для себя. То есть, после того, что мы должны нашей деятельностью служить другим, тогда вот эта карма-йога, выпискорыстие, работа будет приносить нам радость, мы не будем идти в европейналистную работу, не будем сильно терпичать, и так далее. Потому что Лад Шмидея, Лад Шмидея объясняет, что как Сапкак должен поддерживать себя. Она говорит, что вклады – это тоже один из способов для Сапкака, для протекущей духовной жизни поддерживать себя. То есть, он может сдавать квартиру, например, во что-то вложиться и получать проценты. То есть, это нормальный вещь. Сама Лад Шмидея говорит, от кого как ни от Лад Шмидея, она авторитетна. Потому что Лад Шмидея, она как раз и это даже изображает у нее денежки, и другие другие сыпятся, дает процветание. Поэтому если человек есть какая-то собственность, он может и расстаряжаться, как-то вкладывать на эти проценты жить, плену за эту квартиру. Но просто возникает вопрос, что буду ли я волноваться насчет этих денег? Если я шут, то я точно буду волноваться. Потому что определение шута шута раскорбит. То есть, когда возникли какие-то трудности, тогда появляется природный человек. Так все одинаково. То есть, вот сейчас все сидят, невозможно сказать, кто из какой ванны. Но если сейчас начнется пожар, все будут согласны своей природе. Женщина будет, как, по-сказому, и мужчина, и природа всех проявится. Пайши, шуты, Браммана по-разному. Браммана сядет, медитировал, любилю, проповедует. Шатры начнут организовывать, так кто пожар устроил, медитировал, наказать, организовать выход из зала, ваше подумает, так, как бы не сгорели мои сали, скрепили, денечки, но у меня там коров не осталось. Вот, да. А шутры, вы сидите, скорбите, все плохо. Паниковать, да. И шутры паникуют, и скорбят. А ваше не затрагивает, вот, смотреть на трубы, это хорошо или плохо, для временного служения. Нет, это не хорошо, не плохо. Если вы врач, то вы каждый день бейте трубы, спросите, что это надо. Он каждый день бейте трубы. Но это его работа. То есть, приходят, им там, скрывают, показывают. Вот, я рассказывал про свою профессию, чем я занимался. То есть, для меня, увидеть банку ночи, это не сквернение. Я 40 банок ночи проверял с утра. Потом шел в каловый кабинет, провел в какашках. Потом шел, кровь смотрел. То есть, это была моя работа. Я просто смотрел, я проводил анализ, записывал бумажки. Это не скверняло. То есть, если человек занимается профессионально, служение людям, я рассмотрю на ночью, для того, чтобы понять, больной человека и нет, чтобы врачу помочь. Не для того, чтобы просто... Я вообще не знаю, зачем. Я всегда начал пропасть. Смысл в этом, что моя профессия нет, а скверняет она мне или нет. Зависит от того, насколько я образован, получил профессиональное образование, мои хриори и так далее. Тут нельзя просто сказать в руках «да» или «нет». Подходит ли нет, этим заниматься, с деньгами. В большей сфере, эти круги денежные, наоборот, идет. А не то, что он там всю свою квартиру заложил, этот бедный бледный, у которого шрупплянская природа, он не знает, как деньги зарабатывает. Все мужи скриптывают, и через 10-20 лет у меня будет несколькая квартира. И он там сидит и ждет, когда эти красивые смотрят за этим ростом, когда растет, он радуется, когда падает процент, и что там, он нас гордит. «Ну что ли они рекомендуют с такими вещами заниматься?» А ваиш, он обычно не знает, что ваиш, им это не проблема кеденичка. У них все время этот поток идет. Ваиш нравится поток. Поток людей, поток денег. Торговцы, они выставят, кто-то приходит, они сами начинают вокруг вас что-то закручивать, саря разворачивает, заворачивает. Видят люди, ваиш, там настоящий ваиш. Ну что, с 10-ти умеет, они все время кеденички, считают, считают. Быстро-быстро, на пальцах. 1282 разделить на 24. Сколько? На пальцах просто считают. Математика, биопедическая. Вот и все. То есть, в принципе, как бы не греховно, но вот играть в футбол это азарт или нет? Смотря, как человек играет, кто-то попадает в азарт, вообще про Кришну забывает, несется и оскорбляет всех, кто у него мяч забрал. То есть, это не спортсмены, например, вот как я, я учился в спортивной школе, я не могу даже мячику в полигоне бросить нормально, все время в сетку попадал. Все думали, смеялись, кто там, не спортивный человек. Вот эти, не, это были страдания. То есть, я там думал, скорее всего, это закончилось. Мне приостазили, мне это нравилось. Профессор там еще, но лишь, что-то говорить, пока мячик идёт. С вопросом ответил? А что вы как-то всё слышите. Точно? Можно ли вам? Ну, а как вы сами считаете? Я хочу ответить, вот природный человек, если природа ваша, то он может этим заниматься. Если не природа ваша. То есть, он ваша не только этим занимается, у ваша всегда куча дел. То есть, у него там, какие-то денежные обороты будут, и он что-то продают, что-то покупает, что-то производит. То есть, у ваша там много три стручка дохода. Это минимум, тренога. То есть, на двух ногах уже не удержаться, можно упасть. На трёх ногах уже устойчиво. На самом деле, у него опять ног. И за каждой ногой они следят. Здесь что-то ослабло, здесь надо усилить, здесь надо усилить. Если по какой-то гриптовалюту заниматься, это будет чисто азарт. 100%. Варна Квайшев, я вот просто недавно книгу читал про ведическую экономику, как была устроена наукавираджи. Это в 1972 году ещё издана. Времена к началу Кальюги даже отрагиваются, то есть, более-менее достоверные. И там описывается, что сами касты делились на подкасты. И ростовщик, тот, кто суживал деньги и работал, не производя ничего, считался на уровне шутер, самой низшей касты. Его даже как шутер воспринимали остальные вайши. А игра на котировках, это однозначно. GBC даже принял, это азартная игра. И криптовалюта, это пузырь. Все экономисты это знают. Даже нобелевские лауреаты об этом говорят. Какая история, что на баку лучше расслаблять приемное служение? Какая история? Когда я готов сюда, как я рассказала эту историю, но не успела. Эта история Макаража Гориша и православия. Вы как расслабились великие йоги и великие вредные. Почитайте. Кто победил на вашем задании? Восьмая? Восьмая? А? Девятая? Наверное, найдете. Трана, общая. Я не справился. Я не помню. Давайте благодарим Жавража Пробу за лекцию. Спасибо.